Тайганское водохранилище сейчас похоже на пустыню. Воду отсюда откачали на восток полуострова. Зато потоками льются обещания российских властей победить водный дефицит. Дескать, построят новые резервуары, проложат водопровод с Кубани и даже морскую воду будут опреснять. Но этими рассказами не напоить крымчан. Питьевой воды не хватает каждому пятому жителю. Уже пострадали сельское хозяйство и садоводство. Сколько воды – таковые плоды. Нет воды – нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно. Крымчане не спешат прятать свечи. Свет пропадает и в селах, и в больших городах. Сейчас полуострову не хватает минимум 100 мегаватт электричества. Хотя еще весной 2016 года россияне пустили туда третью и последнюю четвертую нитку энергомоста. Благодаря этому взаимодействию Крым будет обеспечена электроэнергией в полном объеме. С сегодняшнего дня графиков для населения никаких не будет, никаких режимов отключений. График мартовских отключений света во всех районах Крыма уже опубликовали. Жители Керчи засыпают и просыпаются под грохот стройки века. Российские университеты отправляют туда своих студентов. На практику. Дату окончания стройки несколько раз переносили. Пустить по мосту автомобили теперь обещают к концу 2018 года, а поезда не раньше 2019 года. Тем временем по стоимости минимального продуктового набора Крым обогнал ближайшие южные регионы России. То ли из-за дороговизны, то ли из-за проблем с транспортом, туристы не спешат в Крым. В прошлом году курорт посетило чуть более полутора миллионов отдыхающих, сообщала Ассоциация индустрии гостеприимства Украины. Российские же власти насчитали все пять с половиной миллионов. Олег Гнатюк, Алена Сорока. Для Крымреалии.